У него что-то неприличное на футболке явно было написано, не успел прочитать, потому что писать белым по-желтому, это просто сразу леща надо выдавать. Пошли в жухи, друзья. Самое время сейчас попробовать передать каким-то макаром энергию Фогичу, потому что, повторюсь, ему будет очень сложно из-за того, что щегол подтянулся. Мало того, что это, в принципе, топ-2 андет мира, то есть он сильнейший в Азии. Сильнейший везде — это Хэппи, а сильнейший в Азии — это 120-й андет. Их не так много, этих самых андетов. Вот. И статистика у нас хреновая против него. Поэтому этому щеглу лет 30. Ну, вообще, 29, кажется, но и что? Он для нас навеки щегол. Пока мы будем комментить, и вы будете смотреть, учитывая наш возраст средний, он в среднем нас младше. Поэтому для нас он щегол. И щеглом и останется. Это как для отца ты останешься всегда сыном мелким, так и 120-й останется для нас щеглом. 24 щеглу вообще, говорит In Your Memory. Опа! Это залет. Сначала Афсика, потом мой. 25, Каспиан, поправил. 25. Так, за 4 залета. In Your Memory. Сначала Афсик, потом я, потом In Your Memory. Надо запомнить. Так, пальто 22. Апочка, кто его пустил на сайт? Ждите, надо исправить. Бан пальто. Бан пальто. Это... Это он зря. Короче, прибегает козел. Подрезал Акалита. Висп припозднился уже. Давай диспэль по центру прям. Ну где диспэл-то, ёпарасы ты? Ну, Виспа немножко недоконтролил, конечно же. Но Акалита успел убить. Это радует. Не добил, к сожалению, Гульку, но это 120-й молодец. Новая Акалита идет базу ставить. Арча, хватит осаждать базу андэдов. Не получится. О, что? Отказался от двухбарачного сценария. Почему? Значит, пойдет вниз, сейчас Экс поставит. А, он увидел Грейт на Т2. Все. Вопросов нет. Арча сделал разведку, по сути. Классная. Ой, как же... Да хорош. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, нехорошо завидовать. Что? Нет, это не зависть, это просто такая... Ну, как бы это сказать... Демонстрация превосходства, назовем это так. Возрастного превосходства. Возрастного превосходства. Спасибо за садочку пальто. То есть Арча увидел, что там Т2. Фоги понял, что второй барак ему не нужен, что противник оставил... Оставил идею делать экспанд. И все. Сезарян, я не следил за этой историей. Я видел только последствия. Но... Скорее всего, это кто-то налажал в маркетингом отделе. Ну, то есть они сейчас, насколько я понял, не отказываются от этой идеи, но... Сбер в моих глазах потерял. Но они делают ставку на молодых, видимо. Подчеркивание, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Скорее не демонстрация, а компенсация, Пека. Компенсация. Ну, хорошо, может быть компенсация. Хорошо. Вот, скорее всего, Сбер просто... Очень им нужна прям молодая аудитория. Так-то работающих и бюджетников, они уже всех по... По это самое... Госсектор, все дела, обязательства. Вот, а у молодых есть выбор. И надо их как-то привлекать. Пиар нужен. Я вот если... Последнее мое знакомство с... Точнее, контакт с Сбербанком был тогда, когда я отцу отправил денежку. Ну, там, по строительству. Не такая большая, ну, нормальная, короче. Вот, по номеру телефона высвечивается его имя, высвечивается его фамилия, отправляю средства. Деньги не приходят ему. При том, что у нее Сберовская карта. И вот сейчас мы пойдем в отделение Сбербанка выяснять, а что с переводом. То есть перевел по системе быстрых платежей, по его номеру телефона, этот абонент точно, но деньги не пришли. У меня такой вообще впервые, я не знаю. Вот такой вот Сбербанк классный. Поэтому, если кто-то шарит, может подскажет, с чем нам идти в отделение. У нас Альфа по юрлицу, и Тинькоффом я лично пользуюсь. Так, давайте к игре не будем отвлекаться. А то такие хуливары во время игры поднимать, это вообще. Можно уйти на несколько минут. Давайте похвалим Фоги за то, что он, во-первых, отрезает центральную точку. Это очень хорошо. Что у него козел такой в расцвете сил. И делает базу справа. А чтобы получить деньги по СБП, нужно приложение «Активировать услугу». Понятно. Интересно, перевод вернется, или он зависнут там будет. Окей. Горгуля. О, отлично. Спасибо за информацию, друзья. Перепроверим. По умолчанию Сбер, она выключена. Офигеть, молодцы. Они, кажется, блокировали всеми правдами и неправдами эту систему. Система быстрых платежей, от которой Центробанком уже сто лет должны были ее включить. Подключали медленнее, чем у всех остальных. Демон Хантер вторым героем отменяет строящуюся базу. Мне очень нравится агрессивность Тильфоги, который при этом еще дает свои плоды. Правда, два тролля лежат, тоже своего рода плоды. Это агрессии. И Димка минус. Блин, и Димка пришел еще. Нет, сейчас пуш был довольно сомнительный. Акалит все равно живой. Энты могут отменить. Зигурат, да, отменяют Зигурат. Но шахту уже не отменить. Надо планировать что-нибудь такое агрессивное сейчас Хогича. Да, потому что играть на эхо, база в базу, с таким таймингом эльф очень некомфортно. Пока кипер есть, пока кипер актуальность свою не потерял. Надо делать. Инфа неверная. Если бы отца не было подключено, не дало бы отправить. Вернее всего вопроса сумея, если она большая, с точки зрения ХЗ. Понятно, посмотрите, какие там лимиты были. Она меньше 1000 долларов, поэтому... Да это между родственниками, я не думаю, что... Ну ладно, неважно, короче, давайте не будем отвлекаться. Пытается Хогич снова отменить шахту. Блин, Арчи погибает. И при этом еще Акалита убивает. Да, очень правильно действует Хогич. Ну Зигурат хрен отменишь, а вот задержать, убивая шахту, можно. Может быть, он даже и додавит здесь с дрядками первыми. Магазин его фактически, то есть он свитки может покупать. Правда, я не вижу, чтобы у него в принципе был свиток. Это странно, при лимите 50 с деньгами на руках. Снова шахта, Димка подставляется. Ты став снова не купил, да, Фогич? На новой сейчас умрет Димка. Ай, взорвался. ДК очень битый, подходит обсидианка. Прикопки второй нет, но ДК может не уйти от такого количества дряд. Нет, он уходит. Дерево подходит с Nature Blessing довольно бодренько, да? Балконский, это китаец, не кореец, но 120-м. Это че он? Дерево очень помогает. Диспл, диспл на скелетов. Т3 нет. Надо продолжать давить. Я не знаю как, но надо продолжать давить. Дрядки пока сдерживают, но возможно Фоги там делают уже Т3. У нас обс какой-то калечный. Извините за сравнение, но он нам ничего не показывает, кроме вот этого вот места. Хотя была пауза, там Кипер возвращался. Наверняка на базе что-то делается. Подозреваю, что там Т3, там выход в Медведей. Лорница, наверное, готовится. Димка возвращается. Пустой опять без стафа. Где магазин? Дрядку назад раньше. Вышка доделывается уже, спиритка. Ай-яй-яй. Если еще разок шахту отменим, уже победа считается. Потому что если там реально есть Т3, ну доделывается Т3, все нормально. То следующая атака уже будет с двумя-тремя-четырьмя Медведями. Хорошо, давай. Уже выходит из лимита 58. Это 58, это 8 лимита, 4 на 4, два Медведя идут по центру. Вангую. О, это Давид Фокич, молодец. Медведя, покажите мне Реджу. Покажите мне Рык. Нет, Дриады. Блин, где Вангава нет Михаила? Или до заказа Медведя? 8 лимита. А что еще может это быть? Сейчас посмотрим, вернется ли Димка. Нет, Т3 еще в процессе. Да. Т3 почти доделан. 62 лимита. Близзы, покажите уже баф андедов, говорит Минолта. Баф андедов? Зачем тебе баф андедов? Тут, при чем здесь раса? Раскормил героев. Да, есть этот минус. 4,5-3, а там 4,1. Очень сложно сейчас будет из-за героев. Но по лимиту, по лимиту, Фоги сильно впереди, конечно. Наконец-то став взял. Да, два свитка, став. Но сейчас без Медведя мы не можем продавить вышки. Появляется Дестер уже первый. Дриады влетают. Прям влетают. Берн налича. Дерядки отступают. Ну, блин, став купил, а став от не купил. Подрезает Финда. Он занят был на Финде, козлом прикапывал его. Диспл. Блин, можем не додавить уже. Ну, сейчас там база заработает, а реальный герой жесткий, а мы Димку отдали еще. Причем... Там Зиг стал, не пробьет. Но с Дриадами не пробьет, в этом-то и дело. Поэтому про Т3 и Талдычу последние две минуты тут без Медведя уже дальше не пробить. Продолжает крепиться еще в прекрасном, блин, 120-й. Тяжело. Но опции нет. То есть, можно, конечно, попробовать как-нибудь удивить, типа, схемерками, но для этого нужно было посидеть на лимите 50. То есть, используя пассивность противника, что он сейчас ставит базу и в агрессию раннюю не пойдет. Пытаться как-то похалявить. Но здесь уже как бы мишки выходят все. Мишки выходят, и единственный нормальный шанс это вот пока у тебя еще есть разница по лимиту плюсовая. То есть, у него 50, у тебя 70. И у него только-только начала база работать. Ты приходишь и навязываешь ему битву за счет лимита хорошего. Но, во-первых, здесь зигураты, два. Во-вторых, тут герои, тоже два. И ДК будет пятого уровня к тому моменту, когда, блин, Фоги придется атакой. Максимум, что может сделать Фоги, это докрепить Димку до третьего. Но целесообразно ли это? То есть, возможно, даже ранняя атака с первыми медведями была бы важнее, ну, полезнее, чем вот... Да, уже 120-й, видите, сидит на лимите с 50, копит деньги. Ему главное не прозевать момент, когда нужно выйти из лимита. Он сразу выходит из лимита, блин, почти. Ай, молодец он. Нет, Щегол молодец. Щегола хорошо отыграл. 5-4 героя против 4-2-6. Ну, будет 3, да, на эту черепаху он добил. Капец. Что делать нам с этим медведем? Это же... Такой лимит просто... Невидимый козел, новые страты. О-о-о-о-о! Он пытается выжать из козла молока. Хоть что-то выжать из него, понимаете? Герой-то посредственно на этой стадии. Он берется для того, чтобы просто выжить вначале и поставить экспанд. Ну, не просто выжить, а еще давить человека до появления дистров первого диспала. Но когда появляется первый диспл, все. Как бы козел уступает место второму герою и умирает от Койл Новый с прокаста. Два медведя Фогичем забыты. Типичные ошибки от Фогича. Двоюш налево. Спас одного хорошо. Финдао убил. О, Гиппос появляется первый хорошо. Ну, Берны, делай по КД, алло! Блин, как же ты бесишь. Вот он еще со своими Бернами... Ой, как же я горел в прошлый раз, когда он с... Там сражение 40 секунд, он один Берн делает за сражение. Просто в третий Дима делает КД 6 секунд у него он Берна. Он его прокастовывает один раз из пяти. Из шести. Сейчас вроде по-лучшему. 74 лимита на 60, разница уменьшается по лимиту. Герой андэдовский. Герой андэдовский. Так, что с графеном, спрашивает Крэзи Макс. Друзья, если у вас графика рефоржд, то, скорее всего, вы смотрите на Ютубе или там на Яндекс Дзене. На ГГ нормальная графика. Заходите на goodgame.ru slash channel slash maker. Ну, короче, на ГГ. Там где чатик, отличный сайт. И там все нормально, с графикой будет. Потому что мы уже давным-давно пускаем вот эту вот модную графику рефоржд на популярную... Ну, в смысле, на такую аудиторию, которая... Ну, в Варкрафте не очень хорошо разбираются, прямо скажем. Вот, а на ГГ себе нормальную делаем. Отлично, сейчас пауки пытаются отступить. Вот проход очень плохой, на самом деле, для Фогича. Очень плохой. Все толпятся. Гиппогрифы слоупоки прилетели. А, не слоупоки, там просто сетка откаетили. Гиппогрифы отдаются, их мало слишком. 66 лимита на 67. Лимиты сравнялись, это не в пользу Фогича. Дестройеров великолепно 120-й отконтраливает. Правда, перехвалил первый деструмер. Медведи развалились, остаются гиппогрифы Дриады. Дриады отдаются на Финдах, они пытались от... Дестройер классно летает за этим залезом. Прям классно, очень классно. Телепортируется в Фоге, оставляет двух Дриад. Забейте, это... Это посыпались, называется. Маркер, я зашел, тут обман. Серьезно, тут тоже так? Не понял. А кто-нибудь зафиксировал, какое количество зрителей там по счетчику перешло на ГГ после этого? Если серьезно, да, рефорс, к сожалению, на этом Дримхаке... Ой, в смысле, Дримхаке, Галде, возможно, будет чередовать, а не графику. Только надежда у меня есть на этом. Вот, а Фоге пересидел на Козах, я так бы сказал. Пересидел на Козах. Спасибо, друзья, что перешли. Смотрите, как здесь хорошо. Графика та же, но обстановка другая. Кавир, привет. Две арбы. Ну, теоретически шансы еще есть, потому что Димка может даже и до пятого. Но проблема у Фогича в том, что у него база была поставлена значительно раньше. Именно он должен... Что за арты у Деки? Это два амулета маны. Фоги должен думать, как ему штурмовать андедовскую базу. Вот и все. И тут кроме Химера вообще ничего не приходит в голову. То есть ты можешь сидеть, сидеть, копить, копить. Но рано или поздно тебе придется идти в атаку на андеда. Козел харасит, андед приходит. Монобернер соточку. Пропустил второй берн. Ой, молодец, пробернул. Миш, ты забыл сказать. Если вы перешли с других ресурсов на ГГ, а графика все еще не та, надо подписаться на стримлера, на ГГ плюс, на новости. Рассылки антивирус Макафе. Какой ты в одну подогнул к ребенку. Просто столько трэша под это самое. Слышь? Еще этот браузер от Mail.ru поставить, скажи. Так, ну что делать-то? Что делать? Амига, амига называется точно. Должен стоять by default. Грейды делает, Фогич. Чуть-чуть не хватило Димки до пятого. Половина уровня. Манвелла на 100. Хорошо отклевывает. Первый Берн только, на самом деле. О, минус Дестер. Слушайте, а хватает пока что гипогрифов. Ладно, всех переловил. Ставь Медведя. Медведя ставь. Берн делай. Берн делает. Медведя не ставит. Светоключение хороший. Спас прям хороший, прихороший. Еще один рык. Лечим Дестров. Минус Финт. Еще Берн делай. Берн молодец. ДК пустой. Еще рык. ДК шестой. Димка, еще Берн делает хорошо в этот раз. Леча, 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 Леча убей. Ну Леча тыкни, блин. Какой ты слопок. Блин, да сука, я старый, я это вижу, а ты не видишь. Ладно, у него был инвул. Ну блин, там вы видите... Ё-моё. Вот зачем... Че он... Че он... Смял вообще? ДК телепортируется. Первое, что делаешь, смотришь, кого можно добить. Койла не будет, алло. Лич стоит, вокруг него два медведя, два энта и Димка такой. Че делать? Че делать? Они ждут секунды-полторы, а потом начинают Леча атаковать. Фоги видел инвул. Да не видел он инвул. Он, если бы видел инвул, все равно бы должен был атаковать Леча. На случай, если... Ну, во-первых, чтобы Лич поражал инвул. Это ценный артефакт. Во-вторых, есть вероятность, что ты его убьешь, но тот не среагирует. Видел инвул. Давай тогда вообще не бить героев, если у них есть предмет. Не, у него телепорт, я его трогать не буду. К тебе прибегает герой на базу зеленую и такой, все, сдаюсь. Что за глупости вообще? Кто это написал? Надо запомнить. Ага, Волкер, все, зафиксировал. Волкер, запишу лучше, блин. Где моя ручка? Где Муллисток? Так, ну у нас база скоро до этого самое закончится. Тут убиваются Акалит, потому что мейн закончился. Блоков говорит, все время ливая, когда мне герой с ТП прибегает. Но его не убить. Да не, мы тут на диванах развалились, нам легко говорить. А Фуги там на пределе берется, Берн не кинуть, Мишанин заругает. Это еще разве чем сварить надо? Ну как бы да, там у него действий гораздо больше, чем мы говорим, озвучиваем. Орки самая слабая раса, продают ТП. А может быть, ну хотя да. Ну вот что сейчас Фуги, что делать? Деньги у него закончатся раньше. Да, грейды 3-3. Да, Димка почти пятый. Но почти, это почти Берн по 150, но не 150. 2 900. Там, скорее всего, преимущество минуты в 4. То есть там где-то 4,5 косаря сейчас. А показывали шахту андэ до того, как показывали шахту эльф? Тут Дегурат перестраивает. Ну, переносит защиту сюда. Да, лич крутой. И на волок не хватает. Да ладно, волкер, все, я... Я тебя не записывал, все нормально. Надо вычеркнуть. Все в порядке. Ну, Фуги, видимо, будет пытаться выходить из лимита 80-90. На последнем... На атаке последней надежды. Но там Зегураты. Даура гораздо лучше, говорит Лени. Ну, не соглашусь. Вот конкретно в такой ситуации, все-таки, когда тебе придется давать бой без отступления, то есть мобильность вообще поливать, регенерация мелочи. Но если у тебя будет бутылка маны, то ты можешь... Твоя задача — отбиться от атаки. Понимаешь? Трупы в любом случае будут. Либо твои, либо чужие. А ульта тебе добавит стандартного урона. Ну, в смысле, фиксированного урона, с которым ничего не сделать. Придется отступать. Поэтому, может быть, ульта как раз здесь была бы полезнее. Гиппогрифы косяком летают справа. Сейчас ловят третью новую. Блин, это такой... О-о-о-о! Рык! Ну что, погнали. Сплитить надо гипосов, конечно. Димка ни одного бёрна пока не сделает. Новую словили гипосы. Свиток нужно уже делать. Делает свиток Фогич. Бывает фен... Да, 75-77. Одинаковый еще свиток со стороны китайца. Дима пятый. Очень битые медведи. Свиток еще один нужен нам. У нас нет уже свитка больше. Гиппосы вроде гоняются. Манаберн хороший. Лич без маны. Может и доклюем. На самом деле тут шатка. Если гиппосы выиграют по воздуху, мы можем выиграть по земле. Что-то ругаются уже китайцы. Значит, у нас не все так плохо. Димка, делай бёрн по деке. Где тут дека? Непонятно. Сделал бёрн по деке. Инвол влю рубил. Что, развалил? Развалил! Что, как вообще? Ой, молодец, Фогич. Ну еще не совсем развалил, но разваливает. Бёрн, пропиши 150. Молодец! Нет маны у деке, нет маны у Лича. Мы идем вперед. Куда вперед? А где вперед? Вперед это мейн или экспант? Блин, он же не отстанет. Надо сейчас лечиться прямо в бою и идти на него, и не отступать ни в коем случае, потому что он же достанет реально на хит-эндране нас. Как же избавиться? Там битые у нас гиппогрифы, битые медведи. Надо как-то... Да, пауки просто не выдержали, медведи. Не выдержали. Там 3-3 грейды, причем тут раз и шегла 1-1 или 1-0. Нет, там должно быть 3-0 минимум у 120-го. Не знаю, где здесь грейды посмотреть. Давайте посмотрим. Может, ктыкни топс. У Дистрай и Финда одинаковые грейды. Ой, Дима на последних хитах улетает. У-у-у, надеюсь, он не умер на респе. Спасли Димон Хантера. Ой, красиво Фогич, конечно, здесь врамывается. Но здесь Зигурат, к сожалению, под вышками сражаться не очень хорошо. Дима вернулся здоровый. На половину шестой. Берн полечу на 11, став на Медведя. Хиндабу убить не получается. Шестой козел. Транквилу нечем пробивать, но у нас и маны нет. Но Фоги, наверное, отступает именно из-за того, что хочется Транквилу дождаться. С Транквилой будет хорошо. Спокойно будет с Транквилой. На развороте приходится своих прикрывать. Дима такой битый, капец. Вписывается за гипоса своего. Берн на 108 очень хороший. Вроде есть мана на Транквилу. Почему не прожимаешь? Я же вижу, что есть. Видимо, не было. Ох, опасно. Все, у нас закончилось золото. А здесь, да, 3,5 косаря плюс. Все, для Фогича сейчас нужна следующая атака. Используя преимущество 20 лимита и наличие Транквилы, а также перспективу Димки шестого. Вместе с бараками сейчас идти. С деревьями пробивать. И с виспами, естественно. Не, у нас хороший лимит. У нас очень... У нас сейчас шансы лучше, чем до предыдущего сражения затяжного. Значительно лучше. У нас, во-первых, уже пятый Димка. Потому что герои андейдовски, вот, когда получили 5-5, уже дальше расти особо некуда. Вот, у нас ультимейты юзабельные. И, ну, у нас пятого не было уровня. Да, ругаются, ругаются китайцы. А он может и мэйн отдать, на самом деле. Вполне. Хотя жалко, в прошлый раз он... Это провокация, на самом деле, от Фогича. Ему нафиг не нужно этот мэйн. Но, во все гипосов. Гипосы влетают. Никакого сплита опять в помине нет. Лечевка подставляется под прикопку. Леча, 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 леча. Покажи леча, опс. Достал, блин. Там ДК пытается леча вылечить. Блин, кто посадил человека на... А, он на рефорж графике, он нихрена не понимает. Нет, лично инвули уходит. Надо давить дальше. Надо сейчас лезть на вышки. Надо лезть на вышки здесь, к сожалению. Рыщат медведи. Врываются Фоги. Китайцы в шоке все. Орут просто. Транквилла пошла. Транквиллити. Ультимейта. Дима почти шестой. Ну вот до шестого. Догрызть как бы Дестроеров, каких-нибудь Финдов. Я не знаю. Давит дальше. Дестроф, грызи Дестроф. Клюет Дестроф. Отлично. Чуть-чуть. Вон там Дестр еле живой. Вправо уходит. Есть шестой Дима Супермен. Ультимейт. Ооо, и загоняет Андеда. У него остались деньги на Экспандинг. Но он не может защитить этот Экспандинг. Медведи его сгрызают. Демон Хантер с татушками уничтожает. Ему уже деваться отсюда некуда. Там только вплавь из этой части карты. Дима с медведями продолжает давить. Меньше беготни. Больше атаки, пожалуйста. Дима закидывает. Стафает. Ооо, я наванговал, к счастью, неправильно. А не, наверх можно уйти. Гиппогрифы сверху гадят на 120. Это 1-0. Щегол. Повержен. Оооо, ты. Фогич, молодец, блин. Заставил поволноваться, как обычно. Там вот эти вот отдачи. Вот это вот уровень героев 3-1 в середине игры. Эти вот поздние медведи. Это отсутствие стаффа. Это отдача Демон Хантера. Короче, можно составить лист просто из фейлов. И тем не менее он справился. Красава. Валидол, блин. Хорошо, аспирант. Получил. Отсутствие сплит и гиппогрифы, это просто фора для щегла. Да. Соник, спасибо большое. Я думал об этом, но, пожалуй, откажусь. Спасибо большое. На сегодня, по крайней мере, точно нет. И очень идет сейчас, кстати, сейчас Фогичу, вот это вот выражение лица на заднем фоне. Типа, ну че, и че ты сделаешь? Тебе понравилось? Да. Попытался Фогич как можно дольше задержать появление экспанда врага. Отменял его несколько раз. Жертвовал на это своих юнитов. И вот даже героев, как мы сейчас увидим. Демон Хантер пал. Очень неудачными местами сражался. Сливашки были прям по 15-20 лимита иногда. Как сейчас лимит сравнялся у них даже после этого. А вот это сражение было очень хорошим. Дима пятый. Медведи сажали финдов, гиппогрифы переклевали. Ну, пережили сетки, пережили новый за счет свитков. Чего они не включат нормальный графон? Смотрю, ничего не понятно. Ну, Близзы. Это турнир, видимо, в партнерстве с ними, судя по роликам рекламным. Финалочка здесь уже 80 на 59. Пустой лич. Дима молодец, вернулся в игру вообще. Тот самый первый Демон Хантер, который отставал по всем параметрам, умудрился прокачаться на оставшихся нейтралах, потом покачался уже непосредственно в бою. И в результате, как бы, именно он в этой игре главным героем стал, который андедовских героев законтрейл моноберном и ультимейтом прикончил. Хэсмайк говорит, а есть мысли, почему Адульф просит биток вместо рублей, долларов или тенге, готовится великая афера? Нет, нет, я без понятия. Не, Нова не сбивает Транквил. Нова замедляет, а для того, чтобы сбить Транквил, нужно стан, то есть прерывание какое-то. Ну, либо сетка получается, либо циклон. Старографика. Старографика, интересно, ты специально написал, но Старографика, это интересно. Это прям по старопольски, что ли, или что ты, славянский говоришь? Старографа. Старографа. Пальто, бядюбан, что ли, отлетел? Да, он сказал, что ему 22 года. Старограф. Ну, пальто еще никнейм такой, ты же понимаешь, там вообще, что не скажешь, пальто сразу в бан улетает, почти на любых каналах, у него какая-то аура. Осталась одна карта. Ну, Фоги уже молодец, как бы, просто вне статистики играет. Не хрен драться вне базы. Мне тоже показалось, что в конце он зря вписался в сражение, то есть мейн можно было продавать, что стоимость мейна была значительно меньше, чем через 4,5 тысячи, которые оставались. То есть ты просто дефаешься на экспе. Ну, не просто, конечно, но дефаешься на экспе. Уже и так все куплено, все грейды сделаны, скорее всего. Я так и не понял, какие там грейды были. Вот, на его разок Фогич вот этой вот атакой на мейн развел. И второй раз также вывел его с земли, с вышек, со всего. Я видел на стримах Соника старую графику, прими предложение с Соника. О, то есть у него есть доступ в игры, скорее всего. О-о-о. Звучит заманчиво. Да, после этой карты мы перейдем в X-Chomp, друзья. У нас там очень интересный момент. Мы вчера закончили на... Впервые целую ветку закрыли квеста. Спасли регион. Такой прогресс. Сейчас у меня столько денег ждет. Такой шоппинг великолепный. Мы закрыли, убили 35 человек. Генерала. Взяли живьем. Не получили ни одного ранения. Так что я в предвкушении. Но там аватар идет. И надо сейчас быстренько подключать регионы и пытаться как-то пришельцам помешать проработить землю окончательно. Руч. Все под чесноку было. Все вообще. Никаких сейфлодов. Никаких арбузов. Ну только генерала мы там вырубили за один скилл. А, написано у него all the way with you. Ну всегда с тобой. На всем пути вместе с тобой. Или навсегда с тобой. All the way with you. Я скорее просто всегда с тобой. Хотя имеется в виду, что типа на пути. На пути. На всем пути. О, флавчик. Славчик, точнее. Виляк. С тобой до конца. Хм. Там про конец ни слова. Есть другие варианты сказать до конца. На английском. Тут больше про процесс, что... Не путю. На пути не путю. А сколько критов в последней миссии было? Ну, у некоторых за трай меньше выходит. А, это баг от отображения. Потому что крит там был с приклада больше 20-25%. Это просто неправильно мод отображал, как выяснилось. Да, друзья. Завтра еще трансляции по варик у нас, к сожалению, не будет. Потому что завтра у нас будет очередной, уже 11-й получается, суд с КХЛ. Они подали апелляционную жалобу. И завтра меня ждет очередное приключение. Встреча с адвокатом, встреча с арктонцем, кстати. И новые приключения. Вернусь, расскажу. Но на этот раз мы уже в роли молодцов. Путь за два года уже пройден хорошим. Есть шанс уехать в Мордовскую Зимнюю Дальнюю? Что? Что? Не понял. Куда с плакатами приходить? Не надо никуда приходить. Все. Судебная система уже на нас поработала хорошо. Так что... Скорее бы все это закончилось. Там просто люди на зарплате сидят. Им надо судиться до конца. Вот они и будут судиться. Они не за идею, они просто по работе. Там вообще ничего личного. Давайте вернемся к Фогичу. Чего-то еще хотят? Да все тоже. Все те же 10 миллионов. Что они еще хотят? Денег хотят? Вард выпал очень даже неплохой. Это полный контроль. Но как бы его еще поставить? Песня такая. Если увозить тебя в Мордовскую Зимнюю Дальнюю, стала с тебя на свободе гулять. Декабрь, январь, февраль. Я другую версию этой песни знаю. Классическую. Остыли рейки, и земля остыла. Вот эта вот, которая. Но там тоже есть кони и зимняя даль. Ну нет, конечно, это юрдело какое. Какая ответственность уголовная. Отдай МГГшками. Мы же отдали, не вернули нам. Наш штраф в 300к заплаченный. Отдельная история. Надо будет поворот процесса делать. Но в этот раз, как вы видите, нет экспанда у Гогича пока что. По крайней мере, такого раннего. Я подозреваю, что на ЛР будет играть через старого Диму, через медведя опять же. Из-за чего суд? Да то же самое. Это судебное дело старой двухлетней давности КХЛ-маркетинг. Интересная. Если вы вообще не сталкивались, очень интересная история. Ознакомьтесь. Она уже с таким... Грядет с хорошим концом. Раньше была паника. Но спасибо хорошим адвокатам, тоже из рядов пользователей ГГ. Правильно сделан из расчити. И не буду спойлерить на самостоятельное изучение. Прям история очень хорошая. Нашли нынчику у Фогича. И Гульки как будто знала, что надо искать. Нынчику отменили на середине процесса. Жалко отменять экспант. Жалко Веспаза 120. Мурис Дэй говорит, каждый стрим эти истории про суд. Какое каждый день? Ты чего? У нас просто завтра судебное заседание. Поэтому я и вспомнил. Не знаю, сколько месяцев я об этом не говорил. Ну и дело важное. В принципе. Потому что там реальный риск закрытия сайта. Либо штрафование миллионными исками. Ты не можешь контролить. Это важная вещь для нас. А если это важная вещь для нас, то как бы раз уж ты здесь находишься, это опосредованно важная вещь для тебя. Не будет стримов. Может не будет стримов просто. Такой ты, блин, эгоист. Капец. Недальновидный. Как под дубом. Помнишь про свинью и желуди? Прочитай. Хорошая басня. Возвращаемся к игре. Надо перестраивать... Перестраивать базу срочно. Но мы уже отстаем где-то минуту на две по экономике от стандартного развития. Ну, мне не стоит, наверное, хоронить Фогич, потому что в прошлый раз я тоже списал его раньше времени. Но он умудрился из ситуации, которую уже почти никак не выигрышная, вытащить. ДК третий. Да, Демон Хантер второй. Минус Арча. Да, тяжело здесь будет. Лич тоже ищет, что же здесь можно подрезать, но Арчи вовремя спрятались. Под конец, причем ночи. И Лич только ману потерял. Может откинуть новую, чтобы лишнего... Хотя там остался только один Манаберн. Смысла откидывать новую, наверное, нет. Да, и Берн на 45. Ладно, что будем делать дальше? Выстраивать экспанты, или все-таки с одной базы будем играть? Выстраивать базу. Потому что он остается на Т2 и мастит ряд. Анночка-то уже здесь, оказывается, справа была выстроена. Я не заметил ее. Странно, что не хочет от козла передать Димке армор. Потому что козел все-таки ранжовый, и он очень редко получает какой-то физический урон. Должны обменяться артефактом. Причем Димка выкидывает инту. Выкидывает инту, передает киперу. А, все, обменялись. Кольца вижу у Димки. Хорошо. Все, теперь справедливо. Теперь все как надо. Но тут Гули с Френзи. Очень такой опасный по таймингу пуш будет. И Фогичу нужно проявить чудеса контроля. И нага для пуша. Очень опасный пуш. Лимита больше даже у противника, но Фоги вроде готов протектором, по крайней мере. Протектор далековато. Но здесь, по крайней мере, можно кайтить, друзья. Можно кайтить. Ай! А виспы где? Вытаскивай виспов! Чини виспами! И снова Койл сгрызает Гули. Ай! Слишком небольшой урон наносит Фоги во время сгрызания дерева. Несопоставимый с тем, насколько ценно это дерево. Продолжается, тем не менее, сражение у Щегла. Не знаю, зачем он здесь продолжает сражаться. Телепортируется и... Блин, чуть-чуть не успела. Но у меня вопрос первый. Что делают шесть виспов на лесе на Мэйне? Вот если это атака такая, прям, чуть не сказал, плям. Да, такая плям очевидная. Почему ты этих виспов не перевел на экспант? Все, тут уже протекты, тут уже дерево, ты знаешь, что атака придет, и к ней уже готовишься. Где дополнительные виспы? Виспов нет. Им вообще фиолетово, где добывать этот лес? На Мэйне или на экспанде? Еще плевать. Но здесь они были бы гораздо полезнее. Ну, сейчас мы остаемся без базы. Противник это вполне устраивает, он... Он идет крепится. Как дрядки. Делят красные точки, но хорошо, что мы подрезаем, по крайней мере. О, тут можно с инфой от варда взорвать взорвать пару зигуратов, нет? Да! Молодец. Иночка ставит. Молодец. Не, ну Фоги, Фоги может здесь. Все, Энтер вытанковывает для того, чтобы не было этого. За торможение. Телепорт. И зигурат, зигурат, зигурат. Зигурат убрал. Это уже плюс. Хорошо. Ну, это минус темп просто. Человек не сможет из лимита выйти. Димка невидима, надо телепортироваться. Ооо, а нет, он невидима из-за плаща. Берн успел прокинуть. Хорошо. Так, наша задача. Наша задача сейчас лимит 60, желательно, Мунвел достраивать себя должен и отбивать нашу базу. Не, рандом из грейд. Стримфест с очень высокой вероятностью будет, просто с ограничением на... Ну, то есть туда только привитые могут прийти. Была новость об этом на ГГ. Гули снова сгрызают строящуюся базу. На этом теряется пара-тройка гулей. В целом, можно так сказать, Фоги не то чтобы в минусе остается после этих вот атак, да? Ну, когда к нему приходит, чуть-чуть противник отдается. Он не остается в минусе, он где-то в ноле остается. Ну, по затратам. Если мы берем стоимость базы, там пара виспов на пару-тройку юнитов с учетом экспы, это тоже имеет ценность. Но он не получает преимущества. от того золота, которое могла бы добыть база. Очень серьезного преимущества. Ясно, да. Еще спасибо. Я просто времени не хочу отвлекаться. Подрывник новый идет. Подрывник новый, а план старый. Подставить энтов, взорвать зигураты. Зигураты. Ну, не мешайте человеку работать. Два зигурата. Два зигурата. Раз. Красиво взорвал. Ну, а почему не телепорт на телепорт? А, думает, что уйдет. И еще уходит. Прекрасный развод от фоги. При этом он восстанавливает базу. Не, он сейчас очень хороший врыв. Представляете, два зигурата. Они стоят там 150 на 50. Еще нужно, ты не можешь ничего строить, пока, ну, армию не можешь строить, пока их не восстановил. Это очень хорошо. Подрывник там 225-100 стоит. Ну, полезно то же самое, но по деньгам как бы невыгодно уже. И ты, главное, выигрываешь массу времени, повторюсь. Берн пропиши. Всегда прописывать Берн. Всегда. Как только есть возможность, всегда Берн. Став, есть еще Берн пропиши. Я знаю, что у тебя КД прошел. Прописал. Молодец. И Став вам, Став вам, Став вам сейчас после проказа. Молодец. Так, отступаем. Защищаемся. На Т2 пытаемся. Ну, Коза, конечно, это минус. Да, ТП еще за 350. Он ТП не на ТП развел. Еще Берн. Димка работает просто прекрасно. Как будто Фоге надоело, что я его ругаю, блин, постоянно за эти Берны. И он, ну все, сейчас буду по КД делать Берны. Добивает Фогич. Молодец. Экспу он получает. Лич уже пустой. Дикей взял артефакт, к сожалению. Но артефакт не очень полезный. С 20-го 55, у Фоги 58. Но дриадный лимит, он, ну, как бы не очень ценный такой. Зачем, Фогич, ты подстраиваешь виспов на экспанте? Скажи, у тебя 1300, блин, дерево. У тебя 5-6 виспов на мэне стоят. Нахрена тебе еще лес? А, дает протектор, к сожалению. Это плохо. Надо бы разводить. Разводить не получается. Я все равно ошибки у Фогича, к сожалению. Просветка минус финн, словил. Но сейчас козами надо вписываться вот в эту армию. В блокноте написано «Строим виспов на экспанте». Шутит ТГВ. Моноберн, лич пустой. Сплит ментов, чтобы посложнее было диспелить. Но у нас нет арбы, блин, а там Т3. Ябом уже больной и заражает нам всю армию. Гад. А как так, что лимиты одинаковые? Козы много едят, а не Т3 лимита. Это такой юнит, который всем хорош, только лимита много занимает. Вот бы Костон за два лимита. Сложно козами сражаться на самом деле с таким хай-теком. Даже с двумя свитками лечения. Димка очень опасно играет. Ему бутылку надо брать еще одну. Ну да, откачивать, пытаться этих гулик. Нычку отдавать уже ни в коем случае нельзя, потому что, ну, там уже все, все хорошо в плане лимита. Берн став. Ай-яй-яй. Костонный телепорт на экспанд. Пытается Димка прорваться к деке. Прорвается. Начинает работать Койл в Абома. Ну, здесь можно пораспределять. Если я буду так Димку фокусить, а не дриад. Свиток лечения хорошее. Вот, переключился на дриад. 120-й. Опасно. Берн на 100. Следит. Очень хорошо работает по деке. О, в смысле, по дыхе, по этому. Еще минус финт. Хорошо. 59 на 49, плюс 10 лимита. Но, дедовский герой живы пока. Может, Нагу попробовать штампануть? Я не знаю. Свиток лечения еще один. Хороший. Берн на 44. Нага подставляется. У Наги минус в том, что, ну, ее Койлом не подлечить, и она, как бы, сама по себе не очень плотная. Пока действует он в Уолл, Фоги перегруппировывается. База работает. Инком есть, но там, правда, тоже андейдовская база достроилась под шумок. И Фогич о ней не очень знает. Так бы, точно там протектор уже рос. 56 Берн. Блин, козы такие, конечно, они ненадежные. Муну, это расскажи про коз ненадежных. Да не, обязательно сейчас 120-му здесь убиваться. Все, он просто делает вид, что, а сам что, базу не хилит? Не знаю. Боится за виспов. Блин, достраивает виспов. У него 2200 леса, он достраивает виспов. Влетела в козлам. Да, это уже конечное. Это 1-1, друзья, к сожалению. Но в любом случае, это последний матч на сегодня, потому что формат такой, турнира. Да, ГГМ. Ну, в этой конкретной игре экспант отменили на середине. Потом еще раз два раза сажали эксп. У тебя должно быть по идее, ну, по стандартному раскладу, даже если ты экспант не пытаешься прятать, а просто играешь за эльфа в две лорницы на Т2, у тебя должно быть где-то плюс 15 лимита от стандартного, ну, приходит к Тиандетту, у тебя плюс 15 лимита. безумно, я не знал, что от него